МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы хотим знать об истории города Якутска, но не столько об истории, а сколько о следах, которые сохранились в наше время. Мы все прекрасно знаем, что город наш образовался в 1632 году. И первое время оно было на правом берегу реки Лены. И так как казаки приехали, пришли, приплыли в августе месяце, в сентябре они поставили уже острог. И 25 сентября Петр Бекетов, который построил этот острог, пишет челобитную нашему царю о том, что 25 сентября сего года «Я, Петр Бекетов, поставил острог во имя вашего благоденствия для Родины» и так далее. Но дело в том, что это осеннее время, и они не знали, насколько разливается река Лена. И получилось так, что весной полностью острог смылся. Через некоторое время, на следующий год, они поставили еще раз острог, чуть-чуть повыше, но тем не менее оно все равно подмывало. И пришло время, когда нужно было уже точно сказать, где же это будет находиться. В конце концов, решили, что оно будет перенесено на левую сторону реки. Ну, сразу хочу сказать, начнем с того, что путь, дорога, которая приходила с Москвы до Якутска, это была река Лена. Зимой по льду, летом на лодках. И начиная уже с 1643 года, уже появляются первые ссыльные. И эта дорога наша получается, вот наша дорога, эта река Лена, получается дорогой ссыльных. Оттуда, из Москвы, из центра сюда отправляли ссыльных. И эти ссыльные в первое время, они когда отправлялись сюда, то получалось, что они были служивыми. Это не просто какие-то ссыльные, а приходили и начинали работать. Отсюда в это время уже уходит такое, по этой дороге. В это время увозят мягкое золото. Почему мягкое золото? Это как раз получалось действительное золото, которым расплачивалось государство с другими странами. И вот по этой дороге ссыльные были разные. Это были и воры, это были и полицильные. По тем временам их называли всех ворами, потому что это мог быть и настоящий вор. И против государства, ну, он, главное, считался врагом-ворогом. Вот как раз, получается, тогда ссыльные шли, и вот тут, на этом месте, где купол стоит, встречала их деревянная церковь. Покрова Богородицы. Мы привыкли просто Богородицкая церковь называть. Первое время это была деревянная. И среди ссыльных было очень много людей. И вот среди них одна была, ну, вот были племянник Мазепы, много полицильных, целых три поколения польских ссыльных и так далее. Ну, вот среди них очень такая знаменательная женщина была, которая известна, ну, наверное, всей России. Хотя бы потому, что о ней говорилось... Гардемарины вперед видели фильм? И там есть Анна Гавриловна Бестужева-Рюмина. Ягужинская. Вот именно ее отправили ссылку сюда. Именно ее встречала вот эта деревянная церковь. И здесь она находилась целых 10 лет. Здесь она жила, и здесь же она умерла. Здесь же в Якутске была похоронена. Но так как она была довольно богатая женщина, ее отправили в ссылку, как тогда говорили, за салонные заговоры. И она была приставлена к смертной казни. Но дело в том, что в это время была императрица Елизавета Петровна. И она, когда восходила на трон, сразу сказала, при мне не будет ни одной смертной казни. И благодаря этому Анна Гавриловна осталась жива. Но на вечное поселение в Якутск ее отправили. И приехала она, так как богатая была, приехала со свитой, со многим, со своим домашним скарбом и так далее. И привезла с собой свою домашнюю икону. Она называлась икона умиления. И эта икона 280 лет уже находится в нашем городе в Якутске. Отсюда она больше никуда не уходила. После смерти Анны Гавриловны построена была каменная церковь. И эту икону именно поместили в эту церковь. После того, как наступили советские времена, многие церкви закрыли, иконы стали или сжигать, или вырубать, или что-то с ними сделать. Вот с этой иконой я долгое время не могла понять, куда же она делась после революции. Но потом выяснилось, долгое время говорили, что она была в подполье, вот здесь. Но мы прекрасно знаем, что у нас в Якутске вообще никаких подпольев не может быть, да, земли. Но дело в том, что потом уже выяснила я, что оказывается, она никуда не уходила, эта икона, ее никуда не прятали, ничего не было. А во время советского строя единственная церковь, даже это не церковь была, а домовые церкви были. Это церковный дом, в котором как раз и находилась эта икона. В 90-е годы уже, когда православие стали возвращать церкви, инвентарь и так далее, эту икону тоже вернули сюда. И после восстановления эта икона была помещена обратно. И вот говорят многие прихожане, говорят, что она до такой степени намолена, что действительно чудотворная, можно сказать. И вот как раз сегодня среда, каждую среду здесь с 18 часов начинается литургия в честь этой иконы. Ну, я могу немного чуть-чуть неправильно произносить, как правильно это говорить, но сегодня будет как раз служба в честь этой иконы. Ну, кроме этой иконы, чем здесь она и знаменита, вот эта церковь, тем, что в советское время была разрушена еще одна церковь, как Притеченская церковь. И в этой Притеченской церкви был иконостас. Этот иконостас, он исчез. И долгое время не могли найти. Но потом оказалось, что она была сохранена именно в Таттинском музее, как музейная реликвия. И вот получается, что по всему Дальнему Востоку это единственный дореволюционный иконостас, который сохранился поныне. И кроме того, что иконостас сохранился, там сохранились некоторые иконы, которые были тоже дореволюционные. Вот мы стоим перед очень красивым, таким нарядным домом. Вы представьте, каким он был очень красивым еще до революции. Это дом очень известного якутского музыкального человека, человека из музыки, Адама Скрябина. Это был наш самый первый хормейстер. Это организатор самого первого духового оркестра в Якутии. Организатор самого первого ансамбля хомусистов. Это все было в 17-18 годах. В 1923 году он был в Москве и записал, выпустил сборник якутских мелодий с нотами. Это был самый первый сборник. Также он в этом же году написал сам, записал, как же он раньше назывался, записал мелодии, звуки. На фонографе написал самые первые мелодии якутские. Это все сделал человек, которого звать Адам Скрябин. Жизнь у него была, можно сказать, не очень короткой, но очень яркой. Дело в том, что 6 лет ему было, когда он остался без отца. Всем хозяйством начала заведовать его мать. Мать была очень сильная, властная женщина. И благодаря ей они жили довольно неплохо. И для времени дореволюционного, когда женщины, можно сказать, были безголосые, она создала здесь строительную компанию. И вот здесь в залоге в основном были построены дома именно ее компанией. Посмотрите, вот следующий дом, их дом. И таких домов очень много. Это все сделала его мать. А он с детства как-то не был к этому не то, что приспособлен, а больше его интересовала музыка. Начиная уже с детства, начинал, вот нашел какую-то балалайку, взял и начался на ней играть. И играл всегда на слух. Найдет гитару тоже, найдет хамус. И все это таким образом он изучал якутские мелодии. Мать была против, потому что она уже такая женщина, коммерческая. И она желала, чтобы сын ее пошел по торговой, вот по коммерческой части. И так как она жесткая была женщина, часто брала эти гитары, эти балалайки, эти инструменты и прямо в щепу разбивала, чтобы он не занимался музыкой. Но ребенок Адам Скрябин все время продолжал. Собирал эти осколочки, склеивал там с помощью рыбьего, костного клея. И снова начинал играть. Вот такой он был очень интересный. Но жизнь его все-таки была очень трагичная. Дело в том, что он состоял в обществе Сахамук. А мы знаем, что в 30-е годы началось гонение. И многие интеллигенты, которые как раз были в этой организации, были все, на корню можно сказать, были уничтожены. Он тоже был в этой же организации. Его в 36-м году посадили в тюрьму. Потом отправили в Магадан вот эти лагеря. В 39-м году он был уже освобожден. Но дело в том, что даже если ты прошел в те времена, отсидел, но тебя просто так не выпускали. Точно так же он остался в поселении в Магадане. И в 39-м году он там погиб. Как он погиб? Где его могила, никто не знает. Но еще самое интересное есть вот такое. В 1945 году парад Победы в Москве, который был на Красной площади в июне месяце. И все наши войска входили на площадь под якутский гимн. Этот гимн как раз написал Адам Скрябин. Но имя его не было указано. Тогда называли этот гимн Салимана Владимирова. Есть тоже такой якутский мелодист, музыкант, который тоже занимался изучением. Во многих в советское время, во многих музыкальных школах тогда изучали его произведения. И вот в 45-м году гимн Адама Скрябина не было под его именем, а было под именем чужим. Потому что он был реабилитирован только в 80-е годы. В то время он все еще считался врагом народа. Еще одно очень красивое здание, тоже дореволюционное. Здесь прямо все видно. И наличники оставшиеся, и подзоры. Веранда красивая. Это дом якутского купца Филиппа Лепчикова. Он был главой канголасского Олуса. Очень интересный человек. Был меценатом, купцом второй гильдии. Но самое интересное, что он в 1900 году был на всемирной французской, Парижской выставке, где были представители всего мира. И вот был он как представителем из Якутии. И он отсюда повез. Кроме мехов, очень интересно, он повез отсюда наши якутские чароны, которые необычным образом там имели свой спрос. Потом изделия из конского волоса, которые тоже заинтересовались. И изделия из металла, такие как нож. Такие как нож. Серебряные изделия. И все он это так красиво показал, что были, прямо можно сказать, даже можно сказать, что это был фурор какой-то необычный. Для них это было необычно. Какой-то из какой-то дали, из Якутии, которые многие даже и не знали, где это находится. И было ли вообще такое, привезли такие интересные изделия. Николай II, его Филиппо Лепчиково отметил, что очень хорошо показал Якутию свою землю, свою родную страну. Отметил тем, что подарил ему серебряный кортик, наручные золотые часы и медали. Очень интересная картина. Вот что я хотела сказать. Кроме прошлого, что здесь сохранилось. Само здание сохранилось. Конечно, хотелось бы зайти, посмотреть, что там внутри. Но вот внутреннее убранство его вот такое. Здесь мы видим, это картина Пестрякова. И самое необычное в том, что, посмотрите, здесь одна комната и вторая комната. Во второй комнате у нас находится Иван Иванович Крафт, Василий Васильевич Никифоров, Кюлюмнюрь. Иннокентий Пустынский. И самое интересное, вот находится еще Николай Осипович Кривошапкин. Тоже купец. Вот они были довольно хорошие между собой отношения. Что Филипп Лепчиков, что Николай Осипович. Они оба были меценатами. И вот Николай Осипович как раз построил пятую школу, хотя он сам был безграмотный вообще человек. Здесь еще можно увидеть как раз картину Иннокентия, фотографию Иннокентия Вениаминова, которого мы видели. И здесь на картине есть вот как раз грамота того, что он был на Всемирной выставке. Реально есть точно такая же фотография. Скорее всего, может быть, Пестряков по этой фотографии нарисовал. Точно такая же есть. Но здесь только единственное, что вместо грамоты находится портрет какого-то человека. Вот это реальный дом, реальные люди и картина, которая была на самом деле. Здесь мы видим меценатов, которые как раз построили очень много. Именно школ. Филипп Лепчиков построил школу именно в Кангаласском Улусе. Николай Осипович построил пятую школу. И также построил школы у себя в Момском районе. Вот получается, они оба из других районов заботились о своих районах. Еще плюс здесь были тоже меценатами, тоже строили. Вот еще памятное место великих экспедиций. Это Великая Камчатская экспедиция. В ней было несколько отрядов. Двинская, Обская, Енисейская. Море Лаптевых исследовали. Исследовали путь между... Есть ли суша между Америкой и Евразией? И вот именно во время Камчатской экспедиции, экспедиция Беринга, было выяснено, что между Евразией и Америкой находится пролив. Но оказалось, что вообще в зарубежном мире считается, что этот пролив открыл Витус Беринг. На самом деле, вот один из ученых, Фридрих Миллер, в 1748 году доказал, находясь здесь, в Якутске, и, посмотрев все архивы якутские, доказал, что был этот Беринг открыт еще в 1648 году нашим землепроходцем Семеном Дежневым. Но реально в мире считается, что это Витус Беринг. В 1870 году ввел предложение построить железную дорогу между Нью-Йорком и Парижем через Берингов пролив. Казалось бы, как это возможно? Реально, оказывается, было возможно. Дело в том, что между Берингом, между Америкой и Евразией, Россией, находятся три острова, и через них можно спокойно построить подводную железную дорогу. Это было в 1870 году. Потом в 1900 году это же предложение Николаю II сделали. Но Министерство путей отказалось от этого. Дело в том, что если строить дорогу, начиная с Беринга до Парижа, то по России, где проходит это полотно, железнодорожное полотно, нужно было с двух сторон по 12 километров отдать в собственность Америке. Но, естественно, наши отказались. Но в тысячи, уже в советское время, когда был у власти Владимир Ленин, он сделал решение, подписал решение, где сказано было построить железные дороги между на севере и Дальнем Востоке вплоть до пролива Беринга. Но это было связано с тем, чтобы как можно быстрее начать осваивать природные ресурсы нашего севера. Но так как возможностей тогда у России не было, это же предложение было сделано уже во время войны, в 1942-1953 годах во время Сталина. Дело в том, что Мурманск – это был северный порт России. И во время войны нужно было сохранить наш флот. Для этого нужно было перевезти в порт. Поэтому решили опять же железную дорогу уже трансполярную построить вплоть до Беринга. Ну, опять же, после смерти Сталина эта железная дорога также была остановлена. Но хотелось бы чуть-чуть рассказать про эту железную дорогу. Потому что во время Сталина там действительно строили железную дорогу. И точно так же, как у Витуса Беринга, был обский отряд и енисейский отряд. Но во времена Сталина говорили 501-й и 503-й отряды. И эти отряды были созданы из полицильных, в котором были где-то около 20% женщин, 20 с лишним полицильных, остальные это были уголовники. В страшных условиях они все это работали, создавали. Но можно сказать, что каждый километр брал в жертву человеческую жизнь. Но в данное время, допустим, эта дорога уже была заброшена. И эти отряды, 501-й и 503-й отряды, можно сказать, если про отряды Беринга сказать, что это герои, их прославляют, им пишут, о них писали поэмы, романы, им посвящали стихотворения, то про этих героев, уже 501-й и 503-й отрядов, ничего не сказано. Даже не осталось ни могил, ничего. Но эта же дорога просто так не остается. Вот, допустим, я покажу сейчас вам так. Вот таким образом собирали соединить. Но в 2007 году история продолжается. Уже Владимир Путин подписал указ, где нужно продолжить строительство железной дороги вплоть до Берингового пролива. То есть получается то, что в 1870 году колорадский сенатор предложил построить железную дорогу, вполне может быть, что рано или поздно построится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова